Вы живёте в замечательное время, время, которое открывает перед вами огромное количество возможностей. Стать чемпионом киберспорта, расписать граффити целый микрорайон, приготовить школьные блюда вместе с Константином Ивлевым. Благодаря российскому движению школьников всё это реально. Организация больше пяти лет поддерживает инициативы юных талантов и показывает им, что добиться высоких результатов можно уже со школьной скамьи. И мнение подрастающего поколения особенно важно. Российское движение школьников сегодня стало такой, с одной стороны, платформой разных проектов, где могут дети себя реализовать, с другой стороны, неким парламентёром, коммуникатором власти детей, детей и, соответственно, руководство школы, детей из одной школы и другой поколений. Вот такой коммуникатор поколений. Это очень важная и сложная миссия, которую мы сейчас пытаемся в хорошем смысле слова создать. На презентации исполняющую обязанности министра образования Нижегородской области, исполнительный директор РДШ и председатель регионального отделения рассказали школьникам о проектах организации в сферах науки, творчества, экологии и спорта. Кто-то смог выбрать для себя интересное направление, а кто-то загорелся идеей создать новое. Сегодня меня заинтересовали такие проекты, как спорт, наука, потому что это очень близкие для меня темы. А про электронную музыку я заговорил из-за того, что есть люди, музыканты, которые меня вдохновляют. И вообще я занимаюсь этим уже два с лишним месяца. Мне это нравится. Больше всего мне понравилось направление, связанное с творчеством, граффити. Я хочу поучаствовать в этом и съездить в нижний лагерь. Меня больше всего интересуют проекты, связанные с гражданской инициативой. То есть если чего-то нет, например, хорошего вкусного питания в столовой, то нужно как-то своими силами это создать. Для меня это вот такая интуитивная идея, и поэтому все связанные подобные проекты меня очень интересуют. РДШ просто предоставляет самое большое поле для самореализации. Оно очень много где представлено, и поэтому я считаю, что именно у него и стоит подаваться, если хотите как-то себя проявить. Сейчас отделение РДШ есть во всех регионах страны. При поддержке объединения любой желающий может достичь успеха и сделать жизнь лучше. Алексей Сафонов отметил, что развитие Сарова во многом зависит от подрастающего поколения. Именно с вами мы строим будущее города, и именно на вас мы и рассчитываем. И поэтому я очень благодарен российскому движению «Школьников», который поможет развиться, поможет открыть вам вполне возможно необычные новые направления. И вместе с вами мы сделаем наш город гораздо лучше. Спасибо вам. В благодарность юные участники подготовили для спикеров сюрприз. В танцевальном флэшмобе под гимн РДШ двигались даже чиновники. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.